Страх часто придает вам смелости, гласит древнеримская поговорка. Здравствуйте! Как всегда в это время с вами программа «Я так думаю». 30 марта Верховная Рада мужественно собралась на внеочередную сессию. Все депутаты были в масках, защитных перчатках, многие в защитных очках, но в сессионном зале не соблюдалась необходимая дистанция. Депутаты садились близко друг к другу, многие из них снимали маски во время выступления, так как говорить маски действительно очень трудно. Что же заставило их преодолеть страх перед коронавирусом, нарушить правила карантина и собраться на заседания, несмотря на стремительный рост заболевания в стране? Каждую неделю количество заболевших увеличивается почти в два раза. И это только по официальной статистике. Депутаты собрались для выработки стратегии борьбы с пандемией, для чего необходимо было внести изменения в госбюджет. Правительство мужественно пошло на непопулярную меру. Снизило зарплаты высшим чиновникам и членам наблюдательных советов разных компаний до десятикратного минимума. Наверное, для них получать 40 тысяч вместо привычных 80 и более тысяч – это великий подвиг. Но на фоне потерявших работу или вынужденных уйти в неоплачиваемый отпуск простых людей, подвиг вновь оборачивается лицемерием и насмешкой. Да и повышение зарплаты медикам, борющимся с коронавирусом и заболевающим от него, явно не дотягивает до 40 тысяч гривен. Более того, началось добровольное увольнение людей из системы здравоохранения. То, что не довела до логичного конца госпожа Супрун, сделал за нее коронавирус. Но не только его опасность и забота об отечественной медицине собрала депутатов на внеочередную сессию. На ее заседание прибыл сам президент, который, по сути, выложил все карты и козыри и попросил депутатов принять два важных закона ради очередного 10-миллиардного кредита МВФ. Ну что ж, честность президента покоряет. Он действует в открытую, не скрывая от депутатов правды, а вот хитрость МВФ обескураживает. Мировой кредитор ловко воспользовался ситуацией, когда никакие толпы и майданы не смогут помешать выполнению двух важных условий для получения очередного кредита. Этими условиями стали законы о земле и банковской деятельности. Закон о банковской деятельности отныне запрещает возврат национализированных банков прежним владельцам. Все поняли, что речь идет о конкретном приватбанке. И потому закон получил название антиколомойского. Демонизация фигуры украинского олигарха в чем-то напоминает борьбу российской власти в свое время против другой демонизированной фигуры Бориса Березовского. Только Березовский перешел дорогу родной российской власти, а Коломойский оказался покруче. Он перешел дорогу американской власти и МВФ. На защиту Игоря Валерьевича стала лишь Юлия Владимировна, которая, будучи умным и искушенным политиком, ни разу не произнесла опасное имя, но протестовала против нейтрализации роли украинских судов в решении возможных споров между государством и бывшими владельцами банков. Но государство и МВФ победили на заседании Верховной Рады. Закон был принят. Владимир Зеленский апеллировал к Верховной Раде с другим аргументом. Нас ждет дефолт и полный крах экономики в случае неполучения денег от МВФ. Но ведь 10 миллиардов долларов – это не помощь МВФ, а очередной кредит, который придется отдавать так же, как и предыдущие кредиты. Да и расходование этих 10 миллиардов долларов МВФ явно ограничивает определенными условиями. И вряд ли эти деньги можно будет использовать на подъем украинской экономики. В этом случае дефолт может быть лишь оттянут во времени. А развитие украинской экономики все равно придется осуществлять собственными силами, если их хватит после экономического и коронавирусного кризиса. Главной же победой МВФ стало принятие во втором чтении подправленного закона о продаже земли, вокруг которого кипело столько страстей в последние полгода. Однажды великая французская певица Эдит Пиаф, которая, как известно, страдала от наркомании, сказала об этой болезни следующее. Сначала ты колешься для того, чтобы было хорошо, а потом для того, чтобы не стало плохо. Вот так и МВФ подсаживает на свою иглу всех, кто сначала хочет, чтобы было хорошо, а потом ищет дозу для предотвращения ломки. Вот этот страх не получить очередную дозу и придал смелости депутатам в принятии этого закона. Упрекать МВФ не стоит. Сотрудничество с ним всегда начинается добровольно. И демонизировать МВФ тоже не стоит. Эта организация, как и все мы, следит за собственными деньгами и за тем, чтобы не потерять их, а уж если потеря неизбежна, то хотя бы сгладить ее получением выгоды от тех политических условий, под которые давались кредиты. Такими условиями и стал закон о продаже земли в Украине. Однако нельзя не оценить готовность нынешней украинской власти к демократическим компромиссам. В законе были учтены многие требования оппозиции. Продажа земли в одни руки ограничивается 100 гектарами и начинается с июля 2021 года. Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года. Иностранцы исключены из купли-продажи до проведения всенародного референдума. Против этого закона на очередном заседании Верховной Рады отчаянно боролись только две фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» и «Батьковщина». Их главный аргумент заключался в одном – где обещанный референдум, который должен был выявить народную волю о продаже земли вообще, а не только иностранцам. Но воля МВФ оказалась сильнее народной воли. Зато европейская солидарность и голос вдруг изменили свою позицию и поддержали этот закон. Хотя до недавнего времени громче всех кричали, что земля – это главное национальное богатство страны. Что же заставило две миноритарные фракции поддержать этот закон? Как отметил в своем выступлении господин Порошенко, это пункт о том, что государственные земли не станут предметом купли-продажи. Ну что ж, этот пункт был внесен в новый вариант закона. Вот только боюсь, что эта прогосударственная позиция была не главной для европейской солидарности и голоса. Слишком много подозрений в коррупции нависло над лидерами этих фракций. И не стал ли закон о продаже земли разменной монетой для господина Вакарчука и господина Порошенко? Мы поддержим этот закон, а вы закройте глаза на нашу коррупцию. Дай бог, чтобы эти подозрения оказались фейком. Но если они правда, и договорняк все-таки состоялся, ну что ж, слуги народа добровольно подписали себе приговор. В этом случае тяжелее всего придется новому генпрокурору Ирине Венедиктовой, против которой дружно голосовали европейская солидарность и голос, и которая пообещала, что вор будет сидеть в тюрьме, если это будет доказано в суде. Сможет ли эта умная и красивая женщина сломать махину, которая перемалывала, и не таких, как она? Время покажет, я так думаю. С вами была Татьяна Николаева. Крепкого вам здоровья! И до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова